Вашему вниманию представлена мясорубка НИМ-300. Данный вид оборудования обязательно подключается специалистами квалифицированными, которые имеют достаточную квалификацию для подключения электрического оборудования на 380 вольт. Зачастую ошибка переноска мясорубки запрещена за чашу. Пожалуйста, на это обратите внимание. При работе на данной мясорубке обязательно изучите инструкцию по эксплуатации. На лицевой панели изображена стрелка. Она показывает вращение вала против часовой стрелки. Обращайте на это внимание, иначе у вас мясорубка не будет работать. Внимательно следите и смотрите за кнопками пуск, стоп и верес. Они должны быть всегда в сухом состоянии. Обратите внимание на кнопку стоп, как она работает. Принцип ее действия. После того, как у вас отключено оборудование, вам его невозможно будет включить, если вы кнопку стоп не вернете в исходное положение. Для этого нужно повернуть по часовой стрелке и она выйдет на вас вперед. Тогда у вас мясорубка начнет работать. Для того, чтобы остановить ее, нажимаете просто, утапливая ее от себя. Кнопка реверс у вас работает только в нажатом положении. Она, как кнопка пуск, не фиксируется. После того, как у вас оборудование подключено, вам необходимо установить горловину на мясорубку. Для этого мы откручиваем верхнюю часть горловины. В комплекте мясорубки обязательно входит съемник. Он предназначен для того, чтобы извлекать шнек и режущий инструмент из горловины. Внимательно запоминайте, как стоят ножи. Их очередность менять местами нельзя. Это может привести к износу горловины и самого шнека. При первом пуске вам необходимо убрать со шнека и с инструмента режущего, и из горловины смазку для консервации. Можно устанавливать горловину на мясорубку. Обязательно отдельно она устанавливается. Наживляем контролочные гайки для фиксации горловины. Убедитесь, что хвостовая часть шнека плотно и правильно села на вал привода редуктора мясорубки. Небольшим поворотом шнека это устанавливается. Дальше устанавливаем рабочий инструмент. После того, как мы установили режущий инструмент, установили прокладку, жайбу. Для фиксации инструмента необходимо закрутить. Здесь никогда нельзя переусердствовать. Не надо затягивать очень сильно. Сначала мы делаем фиксацию, потом можно на 1 четвертый оборот отпустить. Дальше мы протягиваем обязательно горловину гайки контролочной. Не забывайте это делать, иначе это приведет к поломке горловины и ее быстрому износу. Теперь можно использовать самосорубку.